доброе утро друзья доброе утро сегодня мы с вами решили совершить такое путешествие самую южную точку турции города нам он славится тем что там самый вкусный сорт бананов выращивают вот решили мы значит там с ночевкой остаться нашли пару отелей где можно с питомцами с домашними заодно вам все расскажем и покажем и цены расскажем сам номер покажем вот едем мы по нашей любимой дороге по горному серпантину все как мы с вами любим и не очень погода у нас хорошая сейчас 9 утра на градуснике 11 градусов а уже 13 градусов теплее но сегодня нам обещают вообще хорошую погоду до 20 градусов будет без дождя потому что все эти дни дождик шел и 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 гонщики вот они по такому серпантину еще друг друга обгоняют но это вообще страшновато мы значит с денисом поменяли в очередной раз колодки так что нам теперь не страшно ездить по таким серпантином сейчас ехали значит на указать 52 километра нам осталось до на муры ехать вот с одной стороны расчищают дорогу с этой стороны отсыпают участочек наверное кафешку какую-нибудь хотят открыть потом посмотрим наверно клет уже откроет сейчас то пока с кафешками проблемы с такой высоты там столько внизу красивых бухточек надо будет обязательно метр до сюда приехать потому что мне кажется там такой песеночек пляж и вообще очень красиво вот едем сейчас и наблюдаю значит очень часто карманы сделаны мы это понимаем и и практически на каждом кармане вот это стоят мусорные баки чтобы мусор весь туда сбрасывать мусор а у нас у нас сегодня лет как взрослая на заднем сиденье пока даже не бросится сюда окна на ручке ко мне на ручке Кряхтит чуть-чуть. Ну, покряхтывает, да, что типа, я здесь, не забывайте про меня. Но мы на всякий случай взяли ей паспорт, ветеринарный сертификат, вот, и переноску. Если мало ли, там в отеле будут спрашивать, у нас все есть на руках. Еще что хотела сейчас рассказать вам. Мы едем уже, две машины точно, да, с грибниками, видели? Ну, мы думаем, что загребали. Ну, потому что они идут палочками, так вот, да, шевелят, раздвигают елочки. И елочки, иголочки. У нас там уточки громыхают, мы их так и возим. Ну, кстати, там есть речка тоже, если что, будет время, можно попробовать половить. Но я единственный свой сундучок не взял. Волшебный. Волшебный, со сказками. Ну, ничего, купим там вот эти. Ну, это есть время и желание. Да. Ну, смотрите, хочу вам показать, там все белое, это все парники. Ну, обратно поедем, если будет еще светло, я вам поснимаю и покажу, как это все выглядит. Ну, вот нам осталось совсем немножко. Приняли мы решение все-таки сначала. Вот, Анамур. Так, ну вот, друзья, вот такой вот отельчик. Сейчас нас там заселяют потихонечку, пока номер убирают. Ну, вот решили показать вам, там кофеку нам сказали, сейчас делают. Вот, там море шумит, слышим. Так, здесь выглядит. Вот здесь вот с собачками можно, ну, с животными вообще. Так вот он выглядит отсюда. 200 лир получается сутки. Завтрак, по-моему, входит. Сейчас еще тоже будем узнать. Такой рецепшен здесь. Девочки мои сидят здесь. Там сейчас завтрак, я не смотрю, как погибаю. Завтрак? Ну, да, да. Кофе, что мы хотели только. Вот это конденция, здесь какая-то сказка по номерству? 200 лир. 200 лир, можно с собачкой. Так что возьмите на мой шумит. Сейчас попозже вам еще номер покажем. Мы прогуляемся до моря, покажем, сколько у нас доморится. Вот здесь речка протекает, посмотрим. Ну, так скромненько, но... Ну, у нас выбора нет, мы же с собачкой. Хотя бы так, даже мы довольны, это не в палатке. Да, но это и не в машине. Не в машине. Ну, сейчас посмотрим еще номер. Вот, смотрите, значит, напротив наш отель. И сейчас хотим с вами прогуляться до моря и показать вам, какая там набережная, но прогулка наша пройдется и посмотрите по какому классному зеленому парку. Тут вот летом фонтанчик, но сейчас его отключили. Там, смотрите... Думаем, что фонтанчик. Не-не, там эти штучки стояли, я смотрела, ходила. Мини-амфитеатр. Может быть, когда нет пандемии, здесь устраивают какие-нибудь концерты, скорее всего. А, еще хотела вам сказать, что завтрак входит в стоимость в 200 лир и за через нас деньги не взяли. То есть, получается номер 200 лир и плюс завтрак на двоих. Так что вот такая. Ну, а сам отельчик показать не получится. А там сейчас ремонт идет. Ремонт делают. Да. Мы, так честно скажем, подуговорили, чтобы нам разрешили все-таки заселиться. Ну, там мы оставим на него все координаты, потом если кому надо, то посмотрим. Ну, опять же, для нас самое главное, что нас взяли с собачкой. Да, у нас выбор-то невелик, поэтому мы рады. А так здесь много отельчиков, прям много. Смотрите, есть зоны для отдыха, где можно взять с собой еду, перекусить. Рядышком детская площадка. Денис, покажешь? Вот с той стороны. Вообще здесь такие молодцы, что вот эти люди, они... Если приезжают с семьей, то здесь две должны быть детские площадки. Смотрите, какие беседки классные. Вот я уже знаю, куда мы вечерком пойдем. Вот сюда вот сядем, будем сидеть, наблюдать за морем. Ой, мне здесь так нравится, я такая довольна. Прям вообще, мне аж прям, вот смотрите, аж замурашивает. Так, пляж хороший, песчаный. Ну, сейчас понятно, что палок волнами натащила. Ну, почему-то никто не купается, я хочу вам сказать. Даже странно. Смотрите, какая... Это пирс какой большой. Интересно, туда корабли подходят, получается? Мы, может быть, вечерком с вами с вами прогуляемся, да, до него? Да, посмотрим. Что-то, знаете, друзья, мнение ухитая с той стороны цвет неба. Ну, это как бы не дождик получается. Хотя не обещали дождик. Не обещали. Ну, в Алане не обещали. Так, ну что, сейчас поехали. Мы сейчас хотим найти одно классное местечко, постараемся найти его, показать вам. Я думаю, вам, ну, как и нам, очень понравится. Кстати, тут недалеко есть речка, тоже попозже вам покажем. Спросили, рыбу здесь ловят. Так, ну вот мы от отеля проехали буквально, наверное, сколько, минут 7. И сейчас будем продвигаться в сторону гор. Хотим вам показать, какие в этой местности горы. Ну, я думаю, они такие же красивые, как и у нас. Ну, там не то, что горы, там есть такая местная достопримечательность, мост. Очень, говорят, красивый. И там под ним загадывают желание все. Ну, вот давайте попробуем, посмотрим еще. А про этот мост, причем я читала, из разных далеких городов приезжают, вот, чтобы именно загадать желание. Не знаю, прям спускаются под него, там речушка небольшая протекает. Вот, про речку я вам тоже расскажу, наверное, прям под этим мостом и расскажу. Вот, и загадывают желание. Говорят, что сбывается. Но мы с вами тоже попробуем. А вообще Анамур называют бананово-клубничным раем. И если ясная погода, то смотреть на море, можно увидеть Кипр. Он находится по морю, всего 80 километров от Анамура, представляете? Так что можно вплавь на водочке. Ну, клубники много, мы вот видим, здесь собирают ее. Мы хотим... Здесь на обратном пути. Да, на обратном пути. Там такое какое-то учреждение было. Туда, наверное, все сдают клубнику, потому что все так красивенько. Там заедем, спросим, сколько клубника сейчас здесь стоит. Вот здесь, видите? Смотрите. Вот она, клубничка. Все в этих парниках. Если у нас в основном авокадо и бананы выращивают в Махмутлари, да, в Алании, то здесь... Газипаше. Газипаше. То здесь в основном клубника. Друзья, мы чуть не потерпели фиаско. Смотрите, пройти мы туда не можем. Все, огородили всю территорию. Там вот какой-то даже есть подъемочек синий там. Вон. Ну да, здесь можно вот так. Здесь вот посидеть можно. Но видно в связи с пандемией. Там вот, смотрите, поставили заборчик. И все, уже никуда ты не пройдешь, не проедешь. Мостик сам вот он. Ну, как бы нам было, конечно, вам показать. Куда ты чуть не провалился. Рыбу там, по-моему, тоже ловить нельзя. Есть... В этой реке водится пятнистая форель. Вообще, эта река, она не очень большая. Всего 35 километров. Вот. Здесь водятся, значит, кабаны, лисы, волки, козы. И, если честно, то вокруг растут красные, черные кедры, дубы, можжевельники. Вот даже тут стоишь, прям запах такой вкусный. Но, если честно, я прям как-то подрастроилась. Мы сейчас давайте попробуем на него зайти, если разрешат. Ну, давайте, да, пойдемте. В общем, смотрите, соборы прям вот, ну, издалека начинаются. Причем колючей проволокой, все. А тут что, форель? Почему рыба? Пятнистая форель водится. Это... А, нельзя снимать. Снимать? Нет, это снимать нельзя, потому что это нас снимают. Плавать нельзя. А вообще, эта река, когда она полноводная, ну, вот весной, сейчас тут уже много очень воды. Она пригодна для сплава. Со стороны, вот он очень красивый. Это тоже римский мост. Вот эта тележечка на ту сторону. Интересно, зачем она нужна? Это так просто прокатиться, наверное, да? Не знаю. Ну, я бы не поехала на ней. Ну, да, вот там, смотрите, тоже этот... Топчан какой-то стоит вдалете. Ну, вот, а мы хотели с вами желание западать. Вон, кошечка спустилась к речке. Смотрите, как здесь красиво. И почему нельзя подойти? А может, мы сейчас где-нибудь найдем местечко? Ну, мы сюда все равно не пойдем. Нет, нет, просто к речке спуститься. Может, мы увидим пятнистую форель. Закидаем ее камнями. Ну, да, вот, друзья, отсюда тоже не видно. Все заросло здесь. Вот информацию такую вам Ольга рассказала про этот мост. Про рельский. Ну, обидно, обидно, конечно. Обидно, да. Ну, так прям обидно. У меня как раз такое желание было, которое надо, чтобы исполнилось. И тут вот. Вот так вот. Ну, все равно, я не жалею, что мы сюда приехали. Такая красота. Смотрите, коттеджики стоят. Там деревушка такая получается. Там, кстати, тоже водохранилище. Повыше, да, там дамга. Как Воланьи. Вон она сейчас. Вон она. Раньше тут тоже, видите, ресторанчик был. Сейчас из-за пандемии все закрыто. Цвет воды такой чистый. Каждый камушек видно. Хотя горная река, да, по идее, дождей столько было. А она чистенькая. Наверное, я не буду в рубашку переодеваться. Что-то в горах прохладное, если честно. Так хорошо, баб, здесь посидеть, да, посмотреть. У нас теперь еще задача. Смотрите, мы остановились, но мы не могли не показать вам эту красоту, от которой аж захватывает дух. Смотрите. Это же вообще что-то нереальное. И если видно на камеру, видно, Денис, там нет? Мечеть затопленная стоит. Домики затопленные стоят. Ну, очень красиво. Цвет воды такой, его просто не передать словами, да? Он и не бирюзовый. И вот видно, прям вот в воде, каждая-каждая елочка отражается. Ну, нет, это как будто нереальное какое-то, да? Как будто картинка 3D. Очень красиво. Ну, мы поехали, а то нам все сигнали, то, что мы здесь остановили машину. Она, получается, так за поворотом у нас стоит. Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, хочу немножечко показать вам, по какой дороге мы опять узко едем. А все это за этой красотой. Сейчас. Вон она внизу. Дорога очень узкая, она так носится здесь. Но и так, если что, падает-то высоковатенько. Ну, не знаю, все равно эта красота стоит такой дороги, чтобы по ней проехаться. Сосности. Елочки. Дорожка, мне кажется, все уже и уже становится. Ну, очень красиво. Очень-очень красиво, да. Прям цвет воды. Сейчас я вам покажу отсюда, смотрите. Такой нереальный. И вот, смотрите, вдоль всей дороги, трассы, скажем так, проложены трубы. Вот они. Видно? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова